Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вулкан по профессии подрывник Это значит, что он умеет делать Из всякого хлама мины, а потом Их куда-нибудь вставить Это умение будет с вами на протяжении всей игры Как еще развить героя? Ваше личное дело В Bound by Flame есть три ветки для прокачки персонажа Он может стать крепким Воином, танком с тяжелым оружием Рейнджером с кинжалами или кем-то Вроде мага Все три специализации можно комбинировать Меняя оружие прямо во время боя Взяли в руки что потяжелее и вы воин Все бонусы при этом будут идти из воинской ветки Взяли кинжалы и стали рейнджером Бонусы пойдут уже из рейнджерской ветки Отличие между ними в самом подходе к сражениям Воин наносит большой урон И блокирует подавляющее большинство вражеских атак Рейнджер быстро заходит с фланга Быстренько полосует противников кинжалами И в случае чего шустро отскакивает назад Магическая ветка работает в обеих специализациях Герой может кастовать огненные шары, зачаровывать оружие огнем Вызывать на себя огненный щит В общем все с огоньком Еще вулкан умеет стрелять в помеченного врага из арбалета Сражение это лучшая сторона Bound by Flame Они приносят настоящее удовольствие И они же могут вывести из себя Прямо как в Mars Warlocks Драться здесь интересно, но сложно Порой даже чересчур сложно По какой-то причине во второй половине игры На вас то и дело будут вываливать боссов из первой половины Одних и тех же, да еще с поддержкой Каждый из них может убить героя чуть ли не с трех ударов Они используют одни и те же приемы Из-за чего увлекательные битвы Начинают превращаться в монотонную возню И нажатии одних и тех же кнопок А если кнопку вовремя не нажмете Начинайте сначала Из-за того, что сражения здесь по-настоящему длинные А враги респавнятся в одних и тех же местах Это просто разражает О каком-либо разнообразии противников говорить вообще не приходится Их мало Мертвецы, которых вы будете убивать еще в прологе Будут атаковать вас и в конце Только там они будут намного более имбовыми Некоторые особо мощные враги делятся на подвиды Кроме силы удара Они отличаются друг от друга размерами Только размерами К примеру, есть какая-нибудь синяя летающая ведьма А есть точно такая же Синяя летающая ведьма Только чуть поменьше Хоть бы в зеленые перекрасили что ли Все это приводит к такой, скажем так, фрустрации Что в один прекрасный момент продолжать игру просто не хочется Хорошо, хоть крафтинг остался на уровне Mars Warlocks Те же кучи хлама разбросаны где попало Из которых можно собрать какое-нибудь улучшение для оружия Мину, поушен или стрелу для арбалета Как мы уже сказали, боевая система и прокачка это лучшие в игре Все остальное наводит тоску Локации и сплошные мутные коридоры История не интригует ни капли Обещанные сюжетные развилки и выбор между демонической и человеческой стороной Один большой обман Почти всегда неизвестно повлияет ваш выбор в диалоге на что-нибудь или нет Даже если влияние и будет, то совсем уж незначительное Персонажи разговаривают с шаблонными фэнтезийными репликами Щедро рассыпаясь словом на букву Ф и его производными Страшный демон оказался нытиком, постоянно твердящим одно и то же Дай, 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 все равно все умрут Даже радует, что диалогов и исследований мира в игре так мало Говорить с кем-нибудь, а тем более исследовать скудный набор однообразных коридоров совсем не хочется Но в принципе, в принципе играть в Bound by Flame можно Только ради сражений Вместе с системой развития персонажа Они дают хоть какую-то мотивацию к прохождению Ах да, еще музыка Музыка здесь по-настоящему классная В отличии от На этом все Удачи и до встречи на Плейграунд-ру Здорово, ребятня В эту субботу Тим Форд раз-два Не, ну вы только представьте Вы хоть раз видели, как мы стримим? А как играем? Я даже не представляю, что это будет Все плохо, все плохо, я умираю Сань, че ты... Ты можешь говорить в трубку рта? Да какая разница, есть палец, нету Никто же не заметит Короче, суббота, восемь вечера Стрим Тим Форд раз-два Всем привет, с вами снова Плейграунд.ру Скоро суббота, 31 мая А значит новый стрим В этот раз мы рассмотрим игру Watch Dogs от Ubisoft Поиграем в синглплеер, рассмотрим, что Ubisoft подготовила для игроков А также, если, конечно же, Uplay нам позволит Мы опробуем и мультиплеерную составляющую Которая, как мы знаем, интегрирована в синглплеер Посему каждый из вас может подключиться и помешать нам или помочь нам в нашем познании этой игры Итак, 31 мая, 8 часов по Москве На канале Playground TV Стрим игры Watch Dogs Не пропустите! Плейграем в синглплеер Всем привет, с вами снова Playground.ru Скоро суббота, а значит новый стрим В этот раз это будет игра Wolfenstein New Order Как мы и обещали, мы сделаем стрим с веб-камерой Здесь буду сидеть я, читать комментарии А здесь будет сидеть Андрюха и играть в игру Так что не пропустите! 24 мая, 8 часов по Москве Стрим Wolfenstein New Order До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok